Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре у нас квартира, которая находится по адресу улица Ивана Франко, дом 18. Это Свердловский район, рядом с Академическим мостом. Более понятно, наверное, будет сказать, что здесь рядом улица Академика Курчатова, то есть это район напротив Института МВД. Ну и давайте традиционно расскажу для начала о месторасположении, а далее уже по квартире пройдемте с вами. Ну вот, месторасположение у нас одно из самых лучших, по нашему субъективному мнению. Почему? Потому что именно в Свердловском районе. Почему? Потому что все-таки здесь рядом развилка на Академический мост. И вообще, когда только, когда в 2010 году, если я не оживаюсь, в Иркутске запустили Академический мост, то, конечно, это место зажило как бы новыми красками, потому что доступность до центра города через Академический мост, просто, в принципе, до любой другой точки города, она здесь, конечно, очень удобная и комфортная. Плюс это очень развитая инфраструктура. Здесь большое количество школ, вузов, детских садов. То есть это такой классный спальный район. Вот. А по геолокации и всему, что здесь есть, как видите, вот прямо здесь находится у нас подобный магазин Слата. Остановка у нас находится, ну, наверное, 5 минут пешком всего. Вот. Наверное, даже чуть поменьше. То есть две остановки, либо это институт МВД, либо политех. Далее, получается, дом у нас монолитно-кирпичный. Вот. Дом очень интересный. И в доме всего по две квартиры на этаже. И также большой плюс, ну, давайте об этом в конце, ладно, скажу. По самой квартире. Квартира у нас трехкомнатная, с двумя отдельными спальнями и залом, совмещенный с кухней. Сейчас мы находимся в спальне номер один. Там у нас лежит матрас. Пожалуйста, не обращайте на него внимания. Сейчас просто как раз вывозятся отсюда вещи. Ну, и, соответственно, его еще не успели вывезти. Это у нас спальня. Вообще, по квартире в целом могу сказать, что здесь очень высокие потолки. И формат таких квартир – это редкость в Иркутске. То есть обратите внимание на простор, который вы здесь видите, да, и на площади комнат. Ну, это не 114 серии, да, кирпичные дома, не 135 серии, да, панельные какие-то. То есть здесь, ну, размах планировки, он, конечно, удивляет. То есть это очень комфортное жилье. И здесь, если вы, допустим, планируете делать ремонт, здесь очень большой потенциал по квартире, чтобы сделать какой-то классный дизайнерский ремонт. Вот, в принципе, здесь даже места достаточно для того, чтобы еще одну комнату выделить абсолютно без проблем. Потому что квартира очень просторная, точную площадь вы видите, как обычно у нас в самом объявлении. Вот, далее. Ну, давайте я вам покажу сразу спальню номер 2. Она у нас точно такая же, как и та. Вот у нас, получается, с вами вначале мы выходили на застекленный балкончик такой небольшой. Как раз выход у нас с той стороны, с той комнаты организован. Вот, спальня прям очень большая. Если у вас, допустим, двое детей, запросто сюда поместится двое ребятишек, две рабочие зоны. То есть, делайте, не хочу, как говорится. Далее. У нас есть еще одна, еще один балкон. Он уже выходит на противоположную сторону. Он тоже, видите, все застеклено. Здесь окна выходят во двор. Обратите внимание, как тут тихо. То есть, с ребенком здесь гулять очень хорошо, спокойно. Здесь очень редко ездят машины, потому что, как видите, здесь этажность домов невысокая. Ну и, как я сказал, всего две квартиры в подъезде. Ну, соответственно, это не такой уж плотно заселенный район, как сейчас в новостройках у нас делают, когда на этаже по 8 квартир. Вот. Также большим плюсом этой квартиры является, что здесь у нас есть гараж. Он находится где-то там посерединке. Ну, наверное, не будет видно отсюда. И его, в принципе, мы тоже готовы предложить к продаже. Но это нужно обсуждать отдельно. То есть, ну, я думаю, что если вы будете покупать и гараж, и квартиру, это будет дополнительной мотивацией для собственника, чтобы сделать вам скидку. Далее. Давайте вам покажу зал еще раз вот этого ракурса, чтобы вы понимали. И кухню. Кухонная зона у нас вот отзонирована таким образом. Здесь электрические полы с подогревом. В данный момент они не работают. Ну, на месте объясню, почему. Точнее, они работают, но есть определенные нюансы. Вот. Так все выглядит здесь. В принципе, кухня очень просторная. Ее тоже можно как-то по-своему обыграть. И, в принципе, тоже ее даже можно как-то продлить. То есть, вот это потому, что конструкция у нас вся эта гипсокартона. Просто декор. Дальше. Большая полноценная прихожая. То есть, здесь можно без проблем сложить всю обувь, какие-то крючки приделать. То есть, прихожая как прихожая. А не знаете, как не в хрущевках. Дальше. Давайте я вам покажу кладовку. Из нее можно сделать полноценную гардеробную. Вот она сейчас вот в таком виде. Но площадь позволяет сделать, на самом деле, очень просторное хранилище вещей. И гардеробную для того, чтобы вы зашли, разделись и пришли уже в квартиру. Дальше. Это у нас совмещенный санузел. Как видите, уже у нас здесь установлен дополнительно бойлер на случай отключения горячей воды. То есть, это, конечно, является большим плюсом. И большим плюсом в этой квартире является, что здесь также уже есть и ванны, и душевая кабина. Они в хорошем состоянии. Даже если вы покупаете квартиру, чтобы делать ремонт. На этом вы можете сэкономить. И здесь ничего не делать тут. Но, в принципе, санузел в достаточно хорошем состоянии. Возможно, стоит обновить затирку. Ну, или на крайний случай поменять плитку. Понятно, что это уже будет более дорогостоящий процесс. Но, по крайней мере, вся сантехника в исправном состоянии. И трубы, и так далее, это все трогать не обязательно. Потому что ремонту... Там медные трубы, если я не ошибаюсь. Там ремонту не больше 20 лет. Так. Ну, то есть, что это не такой срок большой для того, чтобы менять это все. Вот. Ну, и давайте подытожим. Скажу мое субъективное мнение, что эта квартира определенно выглядит лучше, чем то, что сейчас мы видим на новостройках подобного формата по нескольким причинам. Потому что даже сейчас в новостройках такой планировки просторной вы не найдете. Такие высокие потолки бывают очень редко. Зачастую, потому что даже как бы... Такие высокие потолки, это, как правило, на каком-то последнем этаже. А это у нас третий этаж. Вот. Ну, и, конечно же, то, что квартира выходит окна на две стороны, тоже является большим плюсом. Также установлен кондиционер. Хотя, честно, не думаю, что здесь будет жарко. Потому что это не солнечная сторона у нас вот эта. Но, по крайней мере, он есть. Будем рады вам эту квартиру показать вживую. И готовы ответить на дополнительные вопросы, если вы досмотрели это видео до конца. Будем рады вашему звонку. Спасибо, хорошего. Также еще совсем забыл сказать о том, что в этом доме нет управляющей компании. Здесь ТСЖ, то есть это товарищество собственников жилья. Это является большим плюсом. Почему? Потому что здесь очень хороший председатель. Ну, и, соответственно, все те деньги, которые вы платите, они идут непосредственно на поддержку содержания вашего дома. Потому что в тот же, например, фонд капитального ремонта, он состоит на балансе этого дома. И коммунальные платежи за счет того, что здесь ТСЖ существенно меньше, чем в управляющих компаниях, которые, ну, вот обычно обслуживают такого плана дома. Что тоже является большим-большим плюсом. То есть здесь каждый рубль, который вы будете платить за коммуналку, которая и так меньше, чем, грубо говоря, в обычных домах, здесь будет идти непосредственно на содержание этого дома.